МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас в космической среде. В обновленном формате мы продолжаем еженедельно рассказывать о самых главных событиях отрасли к этому дню. В студии Влад Миронов, и мы начинаем. Рабочий день 26 января. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел на Восточном. Руководитель госкорпорации проинспектировал строительство объектов второй очереди космодрома, предназначенных для ракетного комплекса «Амур» с ракетой-носителем «Ангара». Перспективы развития города Циолковского, планы по строительству аэропорта, максимальное использование действующей инфраструктуры Восточного для подготовки к пускам ракет-носителей «Ангара» обсудили на специальном совещании. В 2022 году планируется завершить основные строительные работы, что открывает возможность для начала установки технологического оборудования для подготовки к летным испытаниям в декабре 2023-го. Ракета «Ангара» опять с новым пилотируемым кораблем. «Орел» заявил генеральный директор Роскосмоса. «Очень волнительная эта же история. И в 2022 год он должен как раз быть годом строгого контроля, чтобы выдержать этот высокий темп стройки и качества этой стройки. И, соответственно, войти в 2023 год, год испытаний. А дальше пойдет по накатанной. Потому что уже люди привыкнут к своему городу. Здесь вырастет социальная инфраструктура. Для технической интеллигенции, безусловно, необходимо здесь все, то, что необходимо вообще для интеллигенции, библиотеки, хорошие школы, театр, спортивная инфраструктура. Люди сюда потянутся, я уверен совершенно. Самая интересная, наверное, в мире работа – это космическая работа». На сайте госкорпорации «Роскосмос» опубликован первый в 2022 году выпуск журнала «Русский космос». Главная тема – эксклюзивное интервью генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина, который занял пост руководителя чуть больше трех лет назад. По меркам ракетно-космической промышленности, где проекты из-за своей сложности растягиваются на годы, срок небольшой. Тем не менее, отрасль преобразилась, и это признают даже те, кто в свое время настороженно воспринял это назначение. Об изменениях, итогах и перспективных планах, а также о семье и своем детстве Дмитрий Рогозин рассказывает в интервью нашим коллегам. Ну а сам журнал «Русский космос» начинает 2022 год такой интригующей обложкой и приятной новостью. Теперь оформить подписку можно и через электронный каталог Почты России. Самые горячие новости российской космонавтики – эксклюзивные материалы, интервью и аналитика. Не пропустите! Королев бы точно гордился своими последователями, ведь на этой неделе в МГДУ имени Баумана прошел первый день королевских чтений – ежегодного события, которое посвящено памяти гениального конструктора и других пионеров освоения космоса. Старт чтением дал круглый стол, обсуждали перспективы орбитальных комплексов, лунную программу и двигательные установки. На открытии выступил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он поздравил участников с Днем студента и поделился достижениями отрасли в прошлом году. Не обошлось и без сюрпризов. Гендиректор Роскосмоса объявил конкурс среди студентов целевого направления. Для участия нужно сделать видеовизитку, написать эссе на тему «Мой будущий вклад в развитие ракетно-космической отрасли» и хорошо учиться. Пять победителей отправятся на Байконур спецбортом Роскосмоса уже в этом марте. Наблюдать за запуском к МКС пилотируемого корабля «Союзом С-21». Для того, чтобы определить этих пятерых счастливчиков, которые увидят запуск корабля с Байконура своими глазами, и уже в марте я с удовольствием объявляю конкурс «Космический десант», который пройдет в вашем университете в период с 25 января по 28 февраля. Критерии конкурса вы видите на экране. Также они размещены на сайте госкооперации и есть в университете. А тем временем на космодром Байконур прибыл особый груз, занявший целых 20 железнодорожных вагонов, блоки ракеты-носителя «Союз-2.1а» и головной обтекатель для будущих миссий к МКС в этом году. Главной обтекатель пилотируемого корабля «Союзом С-21», запуск которого запланирован уже совсем скоро, 18 марта, доставлен в монтажно-испытательный корпус. Сам космический корабль получит собственное имя «Королев» в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева. Впервые за время существования МКС в экипаж «Союза» вошли три российских профессиональных космонавта Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Красаков. Все они выпускники МГТУ имени Баумана, так что свое имя получит и предстоящий запуск в целом – «Бауманский старт». А ракета-носитель «Союз-21А» в июне доставит к МКС космический корабль «Прогресс МС-20». Планируется, что это будет уже второй запуск космического грузовика к МКС в 2022 году. А теперь чуть подробнее о том, как проходит подготовка к первому в этом году старту с космодрома Байконур. На орбиту отправится грузовой корабль «Прогресс МС-19». Пуск запланирован на 15 февраля. До него остается менее трех недель. Грузовик доставит на МКС полезную нагрузку в общей сложности на 2,5 тонны. Топливо для дозаправки МКС, питьевую воду, кислород и различное оборудование. На этой неделе специалисты совместного расчета предприятий «Роскосмоса» завершили сборку пакетом. Так называется первая и вторая ступени ракеты-носителя «Союз-21А». А на другой локации космодрома, площадке 254, специалисты РКК «Энергия» проверили работоспособность солнечных батарей. Для этого их развернули, облучили мощными светильниками и проконтролировали преобразование световой энергии в электрическую. Все штатно. «Роскосмос ТВ» будет транслировать этот запуск в прямом эфире, так что не пропустите день 15 февраля. Да, на Байконуре все идет штатно. На этой неделе синий уровень террористической опасности был отменен. И космодром, и город возвращаются к привычному ритму работы и жизни. Напомню о том, что с 7 по 19 января в Байконуре на фоне массовых протестов в Казахстане был введен повышенный уровень опасности в связи с возникновением угрозы террористического акта. В городе были временные ограничения, в том числе на передвижение в ночное время и продажу алкоголя. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин неоднократно отмечал, что в Байконуре за все время протестов сохранялась спокойная обстановка. Нам удалось сохранить безопасность байконурцев и космодрома. Сейчас важно спокойно подготовиться к началу пусковой кампании этого года. Стали известны имена 12 космонавтов, которые отправятся к Международной космической станции до 2024 года. Среди них очень много новичков — космонавтов без опыта космических полетов, которые пришли в отряд относительно недавно — в 2018 году. Раньше о том, чтобы за 6 лет пройти путь от приема в отряд до первого полета, нечего было и мечтать. Это стало возможным, потому что впервые с начала функционирования МКС все места на Союзах — российские. Как мы уже ранее сообщали в этом выпуске, Союз МС-21, который полетит в марте 2022 года, возьмет на борт Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Красакова. Союз МС-22, старт которого запланирован на этот сентябрь, может включить в экипаж Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анну Кикину. В случае подписания между Роскосмосом и НАСА соглашения о перекрестных полетах на МКС Анну Кикину планируется ввести в состав основного экипажа корабля Crew Dragon, запуск которого предполагается в августе 2022 года. А вместо нее в состав основного экипажа Союз МС-22, астронавта НАСА Франциско Рубио. И, наконец, в экипаже кораблей со стартами в 2023-2024 годах включены космонавты-новички набора 2018 года. Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубритский, Сергей Микаев и Олег Платонов. США выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу для прохождения тренировок перед полетом на МКС, сообщили в телеграм-канале Госкорпорации Роскосмос. Напомним о том, что ранее Соединенные Штаты без объяснения причин отказались выдать визу космонавту Роскосмоса Николаю Чубу, который должен был полететь в США для тренировок в космическом центре имени Линдона Джонсона. Обычно перед полетом астронавты из других стран проходят тренировки в ЦПК имени Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент МКС. А российские космонавты — в космическом центре в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом. Подготовка проходит вне зависимости от того, на каких кораблях летают экипажи. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запросит позицию главы НАСА в связи с ситуацией и назвал отказ визе опасным прецедентом для сотрудничества на МКС. «Нам никогда не приходила в голову идея отказать визе какому-нибудь астронавту США, который направляется в звездный городок для подготовки к космическому полету», — подчеркивал Дмитрий Рогозин. Николай Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на корабле «Союзом С-22» в сентябре 2022 года, и в основной экипаж экспедиции МКС-69, которая отправится к МКС весной следующего года. Распоряжением президента России Владимира Путина объявлена благодарность коллективу научно-производственного объединения измерительной техники, входящего в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации Роскосмос. «За большой вклад в развитие ракетно-космического приборостроения и высокие показатели в производственной деятельности», — говорится в документе. Помимо работы на космос, предприятие разрабатывает и производит аппаратуру для топливно-энергетического комплекса, нефтехимической промышленности, транспорта, гражданской авиации и других отраслей. Пора перенестись к новостям других планет Солнечной системы и следующая остановка прямиком на Марсе, где орбитальным аппаратом российско-европейской миссии «Экзомарс-2016» зафиксированы активные пылевые вихри в районе к северо-востоку от равнины Амазония. Пылевые вихри на Марсе образуются так же, как и на Земле, когда поверхность планеты нагревается сильнее, чем слой воздуха над ней. Поднимающиеся потоки горячего воздуха перемещаются через более плотный холодный, создавая восходящую тягу. Горизонтальный порыв ветра закручивает воздух в вихрь, воронки вращаются достаточно быстро и могут подхватывать пыль и перемещать ее по поверхности. Это изображение было получено в середине весны в северном полушарии Марса, в сезон, который характеризуется повышенной активностью пылевых вихрей. Это все новости на сегодня. До встречи в космической среде на Роскосмос ТВ. Роскосмос ТВ Роскосмос ТВ